На днях реабилитационный центр «Оптимист» принимал гостей. Посмотреть, как живут оптимисты Сергия Упасада, приехала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Ребята показали, чему успели научиться в центре, сфотографировались с гостями, а Максим Прокопишин представился корреспондентом и даже задал несколько вопросов министру. Корреспондент из нашего садика, я хочу задать вам пару вопросов. Как вы стали министром? Ой, Максим, ты такой молодец, ты даже как меня зовут, все правильно сказал. Ты знаешь, ну вот так сложились обстоятельства, что я вот стала министром, и поэтому очень-очень хочу помочь тебе и вот с таким детком, как ты. Делаю все, что могу. Количество детей с инвалидностью растет, отметила Ирина Фаевская. Два года назад в Московской области их было 18 тысяч, сегодня более 20. Такие центры, как «Оптимист», очень нужны. Чем больше услуг реабилитации, тем больше возможностей у детей состоятся в жизни. В Московской области уделяется огромное внимание семьям с детьми и особенно семьям с детьми-инвалидами. Вы знаете, в прошлом году у нас было поручение Андрея Юрьевича открыть дополнительно 10 мини-центров на территории Московской области. Мы с этим успешно справились. В бюджете были предусмотрены дополнительные средства на оборудование этих центров, на содержание этих центров. И, конечно, родители, у которых есть такие проблемы в семье, они, я надеюсь, ощутили все-таки поддержку со стороны власти. Сегодня реабилитационный центр «Оптимист» может принять на трехмесячную реабилитацию одновременно 72 ребенка. Но этого недостаточно. Не хватает помещений, оборудования, специалистов. У нас сейчас довольно сложная ситуация с очередью, скажем так. Потому что сейчас только март месяц, но на летний курс уже, на июнь, у нас мест уже, к сожалению, нет. Еще два месяца. И те дети, которые приходят сейчас, мы записываем их уже на сентябрь. В этом году областное министерство выделит Сергееву Посадскому реабилитационному центру «Оптимист» 13 миллионов рублей на ремонт помещений и благоустройство территории. Но вопрос расширения центра с повестки дня не снимается. Ирина Фаевская заверила, что министерство готово поддержать развитие «Оптимиста» оснащением, оборудованием и специалистами. А вопрос выделения дополнительных площадей остается за районными властями. Ирина Белякова, Михаил Кирсанов, программа «События».